Синтез Руководителем которого является Кирилл Лауреат Многочисленных российских фестивалей и конкурсов Во-первых, поздравляю тебя с Днем Режиссера Который недавно прошел, традиционно отмечается летом Как проводили этот праздник твои студийцы? Для нас на самом деле большим открытием стало Что 1 июля это праздник наш профессиональный Узнали об этом чуть позже Но успели все-таки поздравить Так, междусобойчик отметили Театральный междусобойчик обычно связан с какими-то капустниками У вас так происходит или у вас просто дружеские посиделки? Это пока такие дружеские посиделки Но, естественно, есть какие-то моменты Мы стараемся все привязывать к творчеству И поэтому поздравления, естественно, творческие Вы не совсем обычная студия, да? Поэтому называйтесь студией актуального искусства Расскажи, пожалуйста, чем вы отличаетесь от классического театра? Насколько я понимаю, сейчас вообще маленькие театры сталкиваются с проблемой самоокупаемости Да, скажем так Вот все-таки театр-бизнес, это как? Для нас то, что мы являемся сейчас бизнес-проектом Это единственный был выход Как мы можем продолжить свое существование Потому что существовать как муниципальное какое-то объединение Мы уже не хотим Мы хотим развиваться Хотим ставить то, что нам интересно Выбирать те подходы, которые мы считаем более нужными на сегодняшний момент И поэтому пришли вот к такой форме организации Ты сказал, что не хотим существовать как муниципальное учреждение С чем это связано? Цензура какая-то? Я знаю, что вот одна из первых постановок была Которая там просили переписать финал Да Вот, собственно, отсюда-то и началась вся эта история Потому что мы хотим ставить то, что интересно сегодняшнему зрителю А то, что ему сегодня интересно Оно не совсем укладывается в голову взрослого человека Который занимает руководящую должность Мы стараемся воспитывать на добрых историях Хотя практика показывает, что какие-то более серьезные вещи Они наиболее глубоко остаются в сознании человека Где-то там внутри что-то переворачивают И тем самым происходит такое очищение в человеке внутри И что-то меняется, приходим к другому мышлению Студия «Синтез» — театральный проект Базирующийся на площадке Тульского бизнес-инкубатора с 2016 года В работу проекта входит несколько направлений Обучение театральному искусству, сценические постановки И организации публичных мероприятий Мы вот тут, когда готовились принять тебя в гости Залезли на театральные форумы Которые малые театры создают в сети Вот люди пишут, что численность населения в городе Очень сильно влияет на собираемость залов И поэтому молодых зрителей привлечь очень сложно Что может сказать о Туле? Нормальная собираемость залов для маленького театра? Для маленького театра все пока очень даже хорошо Этот продукт, который мы сегодня предлагаем Он немножечко новый для Тулы Такое камерное совсем пространство Психологические такие постановки Работа с реальными авторами И вот пока вот этим мы привлекаем К сожалению, не очень охотно приходят люди И мы вообще были удивлены, что среди молодых зрителей Гораздо больше людей, которые питают какие-то искренние чувства к театру А приходят взрослые люди, от которых мы слышим, что они впервые посещают театральные постановки Вот привлекают зрителей сейчас по-разному Там кто-то раздевается на сцене, кто-то постельные сцены показывает в театре Вы как-то эпатируете публику? Нет Мы к этому не прибегаем Хотя, если оно будет нужно в плане драматургии То, конечно, куда от этого деваться Мы пока стараемся привлекать зрителей своей искренностью Считаем, что вот это наш такой коник Дебютной постановкой театра «Синтез» стала лирическая психодрама «Письмо» Сценаристом выступил Кирилл Орлов Пьеса рассказывает о переживаниях подростков, потерпевших первую неудачу в любви Главную героиню спектакля играют сразу пять актрис Вы неоднократно возили свои постановки на театральные фестивали И на международные, и на всероссийские Вот была такая история со спектаклем «Письмо», которую вы повезли на детский и подростковый фестиваль Все-таки достаточно серьезная психодрама А как ты девочек, которые там не все же совершеннолетние даже у тебя, по-моему, задействованы Готовил к тому, что им на сцене нужно вот такой душевный эксгибиционизм показать На самом деле нам только кажется, что они не переживают такие эмоции Текст вроде бы взрослый, да, и история, она не для подростка, да, на первый взгляд Но на самом деле она действительно их Потому что мы, когда готовили эту пьесу, писали, да, сам текст Я консультировался с девочками, и она приближена к их реальности Каждый кусочек, он направлен именно на человека, на актера Ты не боишься, что вот такие эмоции серьезные, которые они на сцене переживают Как-то повлияют на их эмоциональное состояние за кулисами уже? Нет, я думаю, что они через эту постановку немножечко себя изменили Стали более светлее Пропала та злость, которую они испытывали по отношению к этим молодым людям Которые оставили раны у них в сердце Научились отпускать эту историю и жить дальше В целом, как ты отбираешь актеров? Я знаю, что у тебя же ученики играют, да, твои же ученики играют в спектаклях То есть пришел человек к тебе заниматься Ты сразу видишь, что вот у него талант Или все-таки это 1% таланта и 99% кропотливой работы? Тут всегда получается по-разному Кто-то приходит и попадает в нужное время, в нужное место, да, как говорится И сразу попадает в спектакль Как вот у нас недавно совсем произошло с одним молодым человеком А кто-то, да, долго занимается и ждет своей очереди Но не потому, что там он по каким-то критериям не подходит, да Для того, чтобы играть в спектакль И у него мало еще опыта Просто он ждет своей роли Та, которая его раскроет И за которую его смогут полюбить зрители Вы работаете не только с произведениями, которые классические Но и с реальными авторами, которые вот сейчас пишут пьесы Малоизвестные какие-то постановки Как так вышло? Каким образом происходит сотрудничество? Людмила Духанина, да, вот о ком идет речь Она сказала, что я пишу свои пьесы не для того, чтобы зарабатывать на них деньги Я написал это для того, чтобы донести свою мысль до зрителя Донесли? Я думаю, что да Да, мне вообще такие впечатления странные А постановка получилась больше для взрослых людей И среди зрителей было много взрослых людей И это было очень приятно, что они оставались после спектакля И рассказывали о своих впечатлениях О том, как действительно вот такой правильный мы подход нашли Постановка Но эта постановка неужели меня нет, да? Давай поясним немножко зрителю, о чем она, о чем спектакль Спектакль о такой трудной судьбе молодого человека Трагической судьбе Его мама ненавидит всей душой и сердцем И называть его дебилом постоянно И как мы знаем, что такие ребята, они редко находят самореализацию в обществе И, собственно, оно его и воспринимает так, как мама поставила Мальчик несчастный и в конце концов мама его убивает Это спойлер такой сейчас был для всех Нужно предупредить немножко зрителя Ну, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу Я должна спросить у тебя о творческих планах, просто обязана И куда мы приглашаем зрителей в ближайшее время, на какие спектакли? Планов пока очень много Планируем даже попробовать провести фестиваль среди вот именно таких камерных театров Это прям совсем ближайшее будущее? Пока все на стадии разработки Но надеемся, что в ноябре этого года мы уже сможем провести этот фестиваль Ну что ж, желаю удачи Спасибо большое, что пришел к нам в гости С вами была программа «Персона» Меня зовут Светлана Мулыкина Увидимся в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому